Девчонки, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам свои покупки по каталогу Фаберлик. Я не помню, какой это был номер каталога, но точно помню, что заказ я делала в декабре, когда выходили всякие разные новогодние лимитки у Фаберлик. Здесь у меня будет немножечко бытовой химии, конечно же, уходовая косметика, все как мы любим, и даже немножечко декоративки. Если вам интересна такая тема, то непременно оставайтесь со мной. Пожалуй, я начну с декоративной косметики. Первое, что я заказала, это будут средства для губ. Я приобрела жидкую матовую помаду Mousse из линейки Soft Cream. Вот так вот выглядят эти две жидкие матовые помады. Я на самом деле долго выбирала оттенки, мне хотелось просто скупить все, но свой выбор я остановила на вот таких вот двух потрясающих оттенках, и здесь как раз-таки вам видно, что они отличаются. Хотя, если смотреть на эти баночки при естественном освещении, мне кажется, как будто бы оттенки абсолютно не отличаются, и они одинаковые. Баночки идут по 8 мл, а вот этот оттенок, он уходит больше в розовый нюд. Его артикул 40969, а вот эта матовая помада уже уходит больше в коричневый нюд, такой кофейный оттенок, и ее артикул 40970. Как только я увидела эти матовые помады, я сразу же вспомнила, конечно же, косметику NYX. У NYX тоже есть такие жидкие матовые помады с муссовой текстурой, по-моему, они даже называются как крем для губ, и у меня тоже были помады от NYX, поэтому мне интересно было протестировать и также сравнить. Мне кажется, Faberlic точно взял идею бренда NYX, потому что оформление уж очень похоже, но сразу же хочу сказать, что данные помады от Faberlic мне понравились гораздо больше, чем помады от NYX. Я уже успела познакомиться с этими оттенками, и мне настолько понравилась эта помада, что я хочу купить себе еще каких-нибудь цветов. Она такая комфортная, она такая невесомая, она совершенно не чувствуется на губах, как будто бы у вас голые губы, и вы ничего не наносили. Давайте покажу, какой здесь спонж. Вот такой, полностью идентичный, как у косметики NYX. Запах такой приятный, ванильно-карамельный, и вот такая текстура. Посмотрите, наносится просто вот как крем. Текстура у NYX аналогичная, формула, мне кажется, одинаковая. У NYX также, когда вы распределяете вот эту консистенцию, сначала она блестит, и кажется, как будто помада увлажняющая. Но по истечению некоторого времени помада схватывается, и она становится абсолютно матовая, она нигде не отпечатывается, и вы можете спокойно провести пальчиком, и помада не размажется. Очень мне приглянулся вот такой оттенок, уходящий в розовинку. Красиво смотрится на губах, очень выигрышно. Текстура у помады действительно очень мягкая и комфортная. И вот такая помада, которая уходит уже в коричневый нюд. Здесь аналогичный спонжик. И нанесем вот сюда. Обожаю вот такие вот цвета. Это вот прям мои любимые нюдовые оттенки. Я готова их просто скупать где угодно. Просто шикарнейшее качество. Фаберлик, конечно, молодцы. Формула у них, конечно же, отличается, потому что мне вот с этими помадами-муссами гораздо комфортнее. Вот такие вот муссы от NYX мне губы сушат. Я прям это чувствую. То есть я вот наношу, и мне кажется, как будто бы у меня губы немножечко скукоживаются. Нет ощущения увлажненности губ. А вот здесь такого нет. То есть я их наношу, и они абсолютно невесомы на губах. Губы не сушатся, не скукоживаются. Просто приятно и комфортно их держать. Стойкость тоже классная. Но, конечно, если вы пойдете кушать, то помада сотрется с губ. Не целиком, конечно, но ее придется подправить. Но качество этих помад меня очень удивило. Тем более, что они очень бюджетно стоят. Широкая линейка оттенков. Классно смотрится на губах. Еще мне понравилось, даже если у вас губы в каком-то не очень хорошем состоянии, то эта помада ничего лишнего не подчеркнет. Даже вот такой вот нюдовый оттенок себя на губах ведет очень хорошо. Буду с удовольствием пользоваться этими помадками. И, возможно, выберу еще какие-то другие цвета. Следующее мое приобретение – это два карандаша. Два каяла из линейки Халяль. Они у нас идут, по-моему, с витамином Е и с миндальным маслом. Конечно, очень красиво все смотрелось в каталоге. И я вот обратила внимание на два оттенка. Начнем вот с этого оттенка. Долго не могла его поймать. Очень быстро его разбирали. Вот такой вот у него артикул – 6776. Это красивый изумрудный оттенок. Здесь вот такой вот носик. И смотрится он действительно как карандаш Каял. Он достаточно мягкий. Вот я коснулась. И уже вот такая получилась мягкая и хорошая линия. Можно обратить внимание, что действительно внутри есть какие-то небольшие серебристые блестки и частички. И сам цвет очень даже симпатичный. Но на самом деле я, наверное, ожидала большего от этого карандаша. Мне как-то вот он не понравился. Возможно, потому что я больше люблю пользоваться подводками и лайнерами. Карандашами как-то мне не особо удобно пользоваться. У меня обычно с ними получаются слишком толстые стрелки. А хочется тоненьких красивых стрелочек таких изящных. Но вот не получается. И почему-то на глазах карандаш уже не смотрится так красиво, как он смотрится на руке на свотче. Пропадает куда-то глубина зеленого оттенка. И блестки также уже не смотрятся. И кажется, как будто это какой-то обычный карандаш. Стойкость у него хорошая. Вот все, он быстро схватился. Он не размазывается. Отлично подойдет для нависшего века. Не отпечатывается. Ну вот мне казалось, что оттенок будет красиво смотреться на глазах. А смотрелся он как-то не очень. И второй карандаш, он идет в номере 6775. Это такой розовый оттенок, который отлично подойдет для уголка глаза. И также для того, чтобы прокрашивать нижнее веко. В моем повседневном макияже тоже всегда присутствует либо белый карандаш, либо карандаш с легкой розовинкой. Но здесь тоже я прогадала с оттенком. Для меня этот карандаш слишком розовый. Вот такой вот. Ну и как-то наносить его в уголок века не очень красиво. На нижнюю слизистую глаза я не пробовала наносить. Не очень эту люблю. Поэтому даже вот не знаю, что я буду с этим цветом делать. Посмотрим. Цвет, конечно, плотный. Такой вот красивый. Тоже не отпечатывается. Но слишком розовый. Я думала, что карандаш будет на белой подложке и будет такая легкая розовинка. Но тут, как видим, слишком-слишком он барбишный. И последнее из декоративной косметики. Это будет тональное средство. Оно идет в такой вот коробочке из линейки Glam Team. Это увлажняющий крем-тинт для лица. 17 мл. Дает эффект обнаженной и увлажненной кожи. И сразу покажу. У меня вот такой вот артикул. 63-56. Я думаю, коробочку можно убрать в сторону, чтобы она нам не мешала. И вот такой вот здесь получается красивый флакончик. Вот он. Артикул. Я вообще в первый раз с этим тональным тинтом познакомилась благодаря своей подруге. Она мне как-то дала его протестировать. И мне он, в принципе, понравился. Я подумала, надо купить. Конечно, здесь, как обычно, громкое обещание, что он увлажняющий. Я бы так не сказала. Он не увлажняющий. Несмотря на то, что у меня кожа не сухая. Она у меня комбинированная. Но мне не хватает увлажнения именно от этого тинта. Есть определенные минусы, которые я для себя отметила. Давайте я вам покажу. Вот так вот он открывается. Выдавливается он вот таким вот образом. Такая получается белая основа. И внутри уже есть такие вот коричневатые частицы. Дальше мы начинаем распределять этот тинт пальчиком. И из белой субстанции он начинает превращаться в бежевую консистенцию. Вот такой вот уже цвет. Ну, дальше вот так вот вы его распределяете, распределяете. И постепенно он начинает сливаться с тоном вашей кожи. Быстро усаживается. Вот так вот будет видно, да, что есть такое вот желтоватое пятнышко. Но как только вы его тщательно вот так вот распределите по всему лицу, он будет сливаться с тоном вашей кожи. Но при определенном освещении все-таки я заметила, что вот этот желтоватый подтон, он все равно остается на коже, и он никуда не уходит. Поэтому могу сказать, что все-таки оттенок на любителя. Как видим, он абсолютно не блестит. Я бы даже сказала, что он такой матовый, а не увлажняющий. Для меня это в чем-то плюс, потому что я не очень люблю всякие разные увлажняющие тональные крема, после применения которых лицо сразу блестит, как жирный блин. Здесь более такая получается матовая текстура, но мне не очень нравится, что этот тональный крем подчеркивает в некоторых местах шелушение. Особенно на крыльях носа, на бровях, дальше на лбу видны эти шелушения. Однозначно могу сказать, что нужно хорошенько подготовить кожу к нанесению этого тонального тинта, чтобы кожа была просто идеальна и чтобы она предварительно уже была у вас увлажнена. Тогда этот тональный крем сядет хорошо. А если у вас кожа не подготовлена, то будьте готовы к тому, что он подчеркнет всякие разные шелушения, и вы также будете его видеть на лице. Поэтому данный малыш не так прост, как кажется, и нужно, конечно, с ним хорошенько поработать, чтобы он хорошо смотрелся на лице. В принципе, неплохой, но есть тональные крема, которые лучше работают на моей коже, которые вообще не видны на лице. Этот все-таки местами видно, поэтому я доиспользую, но второй раз брать не буду. Как бы не самый лучший. С декоративной косметикой это все. Теперь давайте быстренько покажу немножечко бытовой химии. Первое, что я заказала, это средство для очищения стекол и зеркал в виде спрея. Это Faberlic Home. Здесь вот такой вот удобный распылитель, вот такое вот содержимое. Антизапотевание и блеск. Легко и быстро удаляет загрязнение, защищает поверхность, не оставляет разводов и придает зеркальный блеск. Мне понравилось средство. Я уже успела его протестировать несколько раз. Вот такой вот артикул. Использую на зеркала и на стекла. Мне нравится, как очищают. Быстро все разбрызгивает. Пульвик работает исправно. Быстро все разбрызгиваю. Дальше беру какую-то махровую тряпочку и прохожусь. Моментально убирает всякие разные загрязнения. Не оставляет никаких разводов. Зеркала и стекла становятся моментально чистыми. Мне очень понравилось средство. Буду с удовольствием пользоваться дальше. Еще мне понравилось, что здесь не химозный аромат, а довольно такой легкий. Дальше для стирки. Давно я не покупала кондиционеры от Faberlic. Я взяла ультракондиционер для белья 3 в 1. Это благородная орхидея на 30 стирок. Не знаю, никогда не проверяла эти обещания. Тельная свежесть, смягчение белья, легкая глажка, устранение неприятных запахов. Вот такое вот описание, если кому-то интересно. Я уже тоже с удовольствием протестировала этот кондиционер. И здесь невероятно приятный аромат. Он меня просто поразил. Вроде бы вот такой цветочный аромат орхидея, да, казалось бы. Ну что тут такого? Но на самом деле нет. Он безумно нежный, тонкий и как будто бы какой-то молочно-сливочный. Очень вкусный запах. Мне понравилось, что этот кондиционер смягчает белье, оставляет тончайший аромат сливочной орхидеи. Очень нежный запах. Буду с удовольствием пользоваться. Обычно, когда покупаешь кондиционеры с цветочными одушками, они, как правило, очень все резкие по аромату. А здесь нет. Аромат очень нежный и такой невесомый. Периодически, когда делаю заказы в Фаберлик, обычно я всегда покупаю жидкости для мытья посуды. В этот раз я купила вот такой вот гель ультраконцентрат для мытья посуды. До трех раз гуще, эффективнее. Чистота и защита. Я выбрала именно с ароматом точного арбуза и свежего эвкалипта. По-моему, я такой даже и не брала. И вот как раз-таки сейчас я его поставила в раковину и пользуюсь. Пользуюсь прямо вот с этой крышечки. Хотя я знаю, что кто-то эти гели разбавляет. Я так не делаю. Я пользуюсь в чистом виде. Аромат здесь неплохой, но для меня не самый лучший. Эвкалипта я тут вообще не чувствую. Мне пахнет свежескошенной травой и такой легкой арбузной корочкой. Не самый, конечно, лучший. Есть у меня любимчики. Фаберлип из геля для мытья посуды. Этот использую, но второй раз точно брать не буду. И еще один гель для мытья посуды. Это мой любимый. Я думаю, не у меня одной. Это тоже гель ультраконцентрат. Только он идет уже с ароматом спелой лесной малины. Кристальный блеск. Это действительно просто невероятный аромат. Можно нюхать и нюхать. Очень натуральная малина. Прямо как будто только-только ее сорвали с куста. Обалденный просто аромат. Я бы не только посуду мыла, но еще и сама мылась этим гелем. Уж очень привлекательный здесь аромат. Люблю это средство. Нравится, как очищает. Очень нравится состав. Он более-менее безопасный. Быстро отмывает все виды загрязнений. И еще это средство очень хорошо отмывает даже в холодной воде. Теперь мы с вами плавно добрались до уходовой косметики. Давайте покажу новогоднюю тематику. Все-таки заказ был больше новогодний. Первое, что я заказала, это из линейки Lovely Moments. Это было кусковое мыло с таким милым дракошей. Внутри идет фигурка в виде дракончика. Я уж открывать не буду. Не знаю пока. Может быть, я кому-то подарю это мыло. Либо оставлю себе. Но распаковывать не буду. Иначе потом у меня это мыло просто будет лежать. Если буду использовать сама, то это мыло промелькнет в какой-нибудь уходовой косметичке месяца. Потому что обычно именно там мы с вами открываем определенное мыло. Также выходила новая зимняя линейка Я люблю зиму. И я выбрала вот такую вот серию в персиковом оттенке. Там была еще серия в бежевых оттенках. Но я оттуда заказала только гель. Я его уже подарила. А вот себе оставила именно вот такую вот линейку. Это линейка с морозными ягодами. Здесь идет гель для душа в объеме 250 мл. Яркий с легкой кислинкой аромат. Заряжает энергией и чудесным настроением. И также вот такой вот крем для рук. Защищает, питает кожу от обветриваний и шелушений в холодную погоду. Я очень люблю покупать всякие разные новогодние лимитки. И не смогла пройти мимо. Пока что не знаю, когда я буду, например, использовать этот гель для душа. Скорее всего, он у меня пока полежит в безопасе. Аромат здесь неплохой. Не скажу, что прямо вау. И для меня этот гель пахнет кислой барбариской. Каких-то других ягод я здесь не чувствую. Это именно запах барбариский, но такой приятный. Чем-то даже он действительно ассоциируется с зимней тематикой. Надеюсь, гель будет хорошим. Я в этом не сомневаюсь. Это же Фаберлик. Поэтому пока поставлю в запас. И вот такой вот крем для рук. Бережная защита. Тоже я его уже открывала. Давайте сейчас покажу вам консистенцию. Такая вот белая. Быстро распределяется. Мне понравилась здесь текстура. Я могу спокойно использовать этот крем на ночь. Могу даже использовать его днем на работе. Вот здесь аромат поинтереснее. Я бы сказала, что он значительно отличается от геля для душа. Вот я его распределила, а он уже полностью впитался. Мне нравится, что он не такой жирный, как бывают кремы у Фаберлик. Здесь нет. Поэтому можно спокойно брать его смело на работу и там пользоваться. Но это уже не запах барбариса, как у геля для душа. Здесь аромат другой. Такой конфетный, приятный. В общем, буду тоже с удовольствием пользоваться. Таких разных кремов у меня, конечно, дофига и больше. Но вот тоже пока поставлю в запас. Надеюсь, что в ближайшем будущем начну тестировать этот крем. Каждый год я покупаю в Фаберлик свою любимую линейку «Зима». Но я просто не могу пройти мимо. Обожаю эту линейку всей душой и сердцем. В этот раз я не стала брать крем для рук, потому что у меня линейка «Зима» еще есть в запасе. Там у меня крем для лица и крем для рук. Поэтому я решила, что в этом году не буду брать крем для рук, иначе просто не смогу я использовать. И выбрала вот такие вот позиции. Давайте будем рассматривать по порядку. Во-первых, какое красивое оформление. Мне вот нравится серия «Зима» именно в белом цвете и с таким новогодним принтом. В прошлом году тоже в Фаберлик делали похожий выпуск. Там тоже был белый крем и какая-то новогодняя красивая картинка. Очень мило смотрится по-новогоднему. Это у меня баночка «Крем для лица, рук и тела». Содержит 6% масла «Шим». Вягчает, питает даже самую чувствительную кожу. Он у меня еще даже запечатанный. Я, наверное, пока что его не буду вскрывать, потому что, опять же, я не знаю, когда начну его использовать. Но в прошлом году я эту баночку использовала на тело. Очень нравится. Достаточно жирный крем. Он, конечно, впитывается не очень быстро. Нужно дать время, чтобы он уселся. Но он классно питает кожу и отлично также подходит для зоны шеи и декольте. Для лица я не использую, потому что считаю, что он слишком жирный. А вот для тела самое то. Дальше мой любимый защитный крем для лица «Зима» Фаберлик. Я уже не знаю, который по счету год я его покупаю. Но, наверное, он со мной точно лет 5, если не больше. Здесь в составе 4% масла шеи, чуть-чуть поменьше. На самом деле у него текстура более легкая. Я бы с удовольствием использовала этот крем круглый год и утром, и вечером. Он не жирный. Он отлично подходит даже с утра, как база под макияж. То есть я его наношу и потом сверху сразу использую какой-то тональный крем. Прекрасно он себя ведет. Защищает от холода, ветра, резких перепадов температур, не закупоривает поры. И вот написано как раз, что может использоваться как основа под макияж. Полностью это подтверждаю. Очень комфортный крем. Приятно его наносить, приятно использовать. У него такой комфортный аромат. Мне кажется, вообще этот крем даже подойдет и для деток. Я думаю, что он также гипоаллергенный. И подойдет вообще просто всем. Обожаю, люблю всей душой. Покупала и буду дальше его покупать. Также с прошлого года очень мне полюбились вот такие бальзамы для губ. Тоже серия зима. Очень нравится вот такая белая упаковка. Я решила сразу взять два. Один у меня, как видите, еще запечатанный. Полежит в запасе. А второй я уже открыла. И тоже в скором времени, думаю, начну им пользоваться. Вот такой вот кругленький бальзамчик. Запах у него приятный. Пахнет какой-то карамелькой, ванилькой. В общем, сладкий аромат. Этот бальзам достаточно питательный, но он комфортный. Я им спокойно пользуюсь и днем, и также на ночь. Очень нравится. Можно его кинуть в сумочку, в карман куртки и периодически использовать. Не только зимой, но и круглый год. И, конечно же, в этот раз Faberlic порадовали нас зимними гелями для душа. Тоже из линейки Lovely Moments. Я заказала сразу два вот таких вот геля. Пожадничала. Решила взять сразу два. Это гели для душа с ароматом Bubble Gum. В прошлом году тоже выходил гель для душа Bubble Gum. Вот здесь вот ставлю картинку. Там, по-моему, какая-то единорожка была нарисована. Я заказала один. Я потом так горевала, что я не успела заказать еще. Его сняли уже с каталога и нигде не могла купить. Поэтому в этот раз я взяла два. Хотела взять больше, но подумала, нет. У меня и так куча гелей. Все уже ломится, некуда ставить. Поэтому остановилась на двух позициях. В этот раз тут такой пингвиненок и очень даже красивый цвет. Аромат остался тот же. Слава богу, ничего тут не поменяли. Запах все тот же. Шикарный запах розовой жвачки Bubble Gum. Если вы любите такие ароматы, то обязательно заказывайте. На мой взгляд, это самый вкусный запах жвачки. Он причем очень насыщенный и просто заполняет всю ванную комнату. С удовольствием буду использовать. Прям даже хочется взять уже сейчас. Второй гель для душа. Уже вот такой вот зеленый. Здесь нарисован олень с таким кокосом. Это гель для душа. Кокосовая мечта. На самом деле очень странно, почему в Фаберлик выпустили кокосовый гель. И здесь такая нарисована зимняя тематика и зеленого цвета. У меня как-то не ассоциируется это с зимней темой. Может быть нужно было сделать яблочный штрудель такого цвета. Это было бы более интересно. Ну вот, решили сделать кокос. Аромат мне понравился. Очень даже интересный и такой необычный. Но он пахнет не сливочным кокосом, а это гель для душа кокосовая вода. Вот я бы назвала его так. Да, это именно кокосовая вода. Очень приятный, но я вот хочу его оставить на лето. Почему-то у меня он по отдушке ассоциируется именно с летними деньками. Но не с зимой. Поэтому поставлю в запас. В любом случае аромат очень приятный. Еще у меня есть бальзамы для губ. Первый я заказала вот такой вот из детской линейки Ума. Так, сейчас прочитаем. Это бальзам для губ со вкусом апельсина. Вот такой. Что в этот раз я затарилась бальзамами оранжевого цвета. Хорошая консистенция. Он по текстуре легче, чем вот этот бальзам зима. Не такой питательный, но очень комфортный. Пахнет вот апельсинкой. Хорошо губы смягчает. Увлажняет. Очень даже неплохо. И разглаживает. В общем, мне понравился. И второй бальзам. Это из вот этой новой линейки Халяль. По-моему, бальзам, который идет с маслом черного тмина. Такой вот артикул. Тоже я его пока что один раз потестировала. Вот такой вот. Вот он жирный. Очень жирный. И я, пожалуй, буду его использовать именно на ночь. Аромат здесь сладкий. Пахнет ванилью. И если вот примюхиваться, то действительно чувствуется аромат какой-то специи. Ну, скорее всего, так пахнет черный тмин. Но приятный тоже запах. В общем, я буду его использовать именно на ночь, потому что на день для меня он жирноват. Он какой-то более такой вазелинистый, что ли. Поэтому днем хочется чего-то более такого легкого. А на ночь подойдет более тяжелая артиллерия. Но тоже он классно губы напитывает и хорошо их смягчает. И еще в каталоге Фаберлик в декабре выходили два бальзама. Вот такие вот бальзамы, кристаллики. Вот этот Фрозен Кристалл. Это Розен Кристалл. Наверное, так читается. Вот такие вот симпатичные. На самом деле оформление такое детское. Но невозможно было не заказать эти красивые прозрачные бальзамы. Но для меня эти бальзамы оказались полным разочарованием. Я вот просто не знаю, что с ними делать, кому отдавать. Сама я их использовать не буду. Держать у себя тоже не буду. Потому что для меня эти бальзамы просто пустышки. Я не знаю, откуда у людей столько восторженных отзывов на этот бальзам. Но он ничего не делает абсолютно. Первый бальзам вот такой вот. Такая вот ледышка. Он абсолютно такой прозрачный. Да, красивый. Аромата как такового практически не имеет. Ну, что-то такое легкое есть, как будто бы цветочное. Но можно сказать, что он вообще ничем и не пахнет. Такая вот ледышка. Во-первых, он очень тяжело наносится на губы. Как будто бы он по губам совершенно не скользит. И совершенно как будто бы ничего не делает. Вот здесь вот есть какой-то вот легкий намек на блеск. Но на самом деле на губах этого совершенно не чувствуется. Я так понимаю, что в составе вот этого бальзама минимальная доля каких-либо масел. Мне этот бальзам губы не увлажняет. Он их не питает. Он вообще ничего не делает. А наоборот, как бы странно это ни звучало, он мне губы сушит. То есть я его наношу, и я сразу же начинаю чувствовать, что у меня вот на губах что-то есть. И это что-то сушит мои губы. Это странное такое вот ощущение. Поэтому мне совершенно не понравилось. Ну, то есть он вообще абсолютно ничего не делает. Пустышка. Со вторым бальзамом дела обстоят точно так же. Только этот бальзам уже такой вот розово-персиковый. Тоже такой прозрачный. Конечно, не спорю. Оформление красивое. Тоже очень туго наносится на губы. Тоже не увлажняет, не питает. Ничего не делает. Наоборот, сушит. Ну, я не знаю, что с ними делать. Возможно, это из-за консистенции. Я не знаю из-за чего, но у меня вот такое вот сложилось ощущение и впечатление. Причем я пользовалась ими несколько раз. Но понимаю, что средства никудышные. То есть эти бальзамы, они абсолютно не сравнятся с вот этими бальзамами, которые я вам показала. Мне кажется, можно деткам отдать такие бальзамы, так чисто поиграть, побаловаться. Но не для взрослого человека абсолютно. Как бы это вот мое полное разочарование. Жалею, что я их купила. Дальше была очень классная привлекательная цена в каталоге на линейку Dream Therapy. В общем, если покупаете на какую-то сумму, можно было по выгодной цене взять вот такое вот средство. Это крем для тела, крем-вуаль из вот этой ночной линейки. Окутывает кожу вуалью нежного аромата и заботится о ней перед сном. Масла и активные компоненты питают, смягчают и делают кожу нежной. Пока вы спите, ваша кожа совершенствуется. Спокойной вам ночи. Содержит инкапсулированный мелатонин. И якобы, если вы пользуетесь этой косметикой, то вы хорошо спите. Это на самом деле первый продукт из Dream Therapy, который я купила. Я не знакома ни с маской, ни с кремом. Еще там какой-то есть роллер для век, по-моему. Я не знакома. Но раз цена была привлекательная, то я решила взять. Я еще не использовала именно на тело. Пока просто вот баловалась, наносила на руку. Консистенция такого легкого молочка, именно поэтому называется молочко вуаль, очень быстро впитывается. Вот просто моментально. Запах действительно приятный, напоминает аромат лаванды. Такой действительно мягкий, комфортный, успокаивающий аромат. Да, мне нравится этот запах. Вот этот участок кожи сразу становится шелковистым и таким бархатным. Буду использовать, но я думаю, что его, скорее всего, оставлю до теплых времен. Все-таки сейчас нужно использовать что-то такое жирное, маслянистое, пока на улице зима. Возьму, скорее всего, на весну и на лето. Ну вот тоже хочется скорее взять, потому что мне аромат понравился. Давно уже смотрю в каталоге на вот такую вот линейку гиалуронка. Я когда-то покупала дневной крем для лица и еще крем для век. Но в этот раз обратила свое внимание на вот такой вот концентрат в объеме 30 мл. Это гидроконцентрат для лица, 1,5% гиалурона. Влажняющее средство, ставящее гелевой текстурой. И способ применения. Можно использовать просто в чистом виде, наносить на лицо и все. А можно использовать как сыворотку и сверху запечатывать все дневным или ночным кремом. Я протестировала и все-таки поняла для себя, что буду использовать второй метод. Потому что первый метод для меня слабоват. Вот такой вот концентрат. Очень красивый. Я вот обожаю что-то такое прозрачное, голубого-синего цвета. Очень нравится оформление. Здесь вот такой вот скошенный носик. И давайте сейчас вот сюда вот нанесем. Он абсолютно, как видите, такой прозрачный, этот концентрат. Вот так вот распределяется. Схватывается сразу. Кожа как будто бы его поглощает. И все. Мне понравился запах. Он такой свежий, какой-то озоновый. Ну вот я его нанесла. Что-то у меня сегодня с фокусом. Я думаю, вы не заметите никакого здесь увлажнения. Потому что кожа просто вот сразу поглотила этот концентрат. Как будто бы на коже ничего и нет. Поэтому в чистом виде этот концентрат для меня никакой. То есть я его наношу, он сразу впитывается в кожу. И кажется, как будто бы на коже ничего и нет. Хочется ее дополнительно увлажнить. Поэтому решила использовать данный концентрат как сыворотку. То есть буду наносить его. И поверх уже использовать обычный крем. Посмотрим, как будет работать в этом направлении. Конечно, средство не особо бюджетное. Но давно смотрю. Хочется познакомиться с ним поближе. Поэтому, девчонки, напишите в комментариях, кто уже тестировал это средство. Как оно вам понравилось или нет. Будет интересно узнать. А еще я покупала вот такую вот линейку. Тоже на какой-то страничке была классная акция на серию Вербена. Вот такая вот вельветовая. Это дневной крем. И также крем для век. Омолаживающий питательный крем с активным антивозрастным комплексом из Вербены. Подходит для ежедневного ухода за кожей лица в холодное время. Несмотря на то, что антивозрастная линейка, я думаю, ничего плохого она не сделает. Успела я разочек протестировать эту линейку. Просто было интересно посмотреть на консистенцию. Вот такой вот крем. У Фаберлик очень много кремов с похожей текстурой на самом-то деле. Запах цветочный, приятный. Тоже быстро впитывается. Я использовала именно как дневной крем. И тоже мне понравилось, как он работает. Хорошо работает тоже как база под макияж. Быстро впитывается. Кожа комфортна с этим кремом. Убирает сухость. В общем, первое впечатление положительное. И дальше вот такой вот крем для век. Давайте тоже нанесу. Я думаю, что в скором времени вот такой вот белый я возьму его в уход. Потому что у меня почти все закончилось. Вот такой вот крем. Что-то у меня сегодня с фокусом куда-то пропадает. Тоже быстро впитывается. Запах такой же. И мне нравится, что это именно кремовая текстура. Не крем-гель, а именно такой питательный, хороший кремик. Поэтому возьму и скоро буду как раз таки им наслаждаться. Дальше не смогла я устоять и купила вот такой вот спрей. Для тела из линейки Витамания. Я так понимаю, что они обновили упаковку. Она стала такой красивой, презентабельной. Это витаминный мис для тела. Ананас и лайм. В составе все так же отсутствует спирт. И при распылении спирта тоже абсолютно не чувствуется. Для кого-то это плюс. Я, в принципе, люблю спреи и спиртовые. Здесь классный запах. Больше пахнет ананасом. Таким кисленьким ананасиком. Лайма я тут не чувствую. Это именно вот запах спелого, такого кисло-сладкого ананаса. Но, к сожалению, аромат улетучивается быстро. И, наверное, минут через пять его как не бывало. Из плюсов очень хорошо кожу увлажняет. Поэтому отлично подойдет на лето. Такая приятная увлажнялочка. Спрей работает очень даже хорошо. Прекрасно все распрыскивает. Орошает все вокруг. И освежает. Классное средство. Я люблю такие спреи. Использую их каждый вечер. Они мне поднимают настроение. И просто всегда хочется чем-то вкусно пахнуть. И последнее, что я вам покажу, это тоже будут гели для душа из линейки, витамания в больших объемах. Я не знаю, куда мне столько гелей. Я их, как увидела в каталоге, все. Дальше все как в тумане. Не смогла пройти мимо. Такие красивые бутылечки. Просто вот вкусняхи для тела. Давайте начнем с первой бутылочки. Невероятно яркая этикетка, упаковка. Это витамания. Здесь получается объем баночки 380 мл. И это витамины гель для душа, манго и папайя с фруктовыми кислотами. Я обожаю тропические ароматы, поэтому думаю, уверена, что гель понравится. Ну, это просто невероятное лакомство для тела. Пахнет мякотью манго и папайи. Настолько вкусный запах. Такой натуральный. Просто вот такая манговая пюрешка, я бы так сказала. Безумно вкусно. Из бутылочки пахнет приятно насыщенно. Надеюсь, что при контакте с водой гель будет тоже красиво раскрываться. Следующий гель для душа, который тоже порадовал. Такая вот яркая кислотная упаковка. Какие красивые баночки, просто невозможно. Это ананас и лайм. И аромат тоже бомбический. Как же это вкусно. Это такой кислый-кислый ананас. Прям такой кислый, что аж скулы сводит от этой кислоты. Ну, лайма тоже я тут не чувствую. Вот для меня пахнет именно ананасом. Вот таким кислым. Настолько вкусно, что просто вот слюнки выделяются. Хочется просто выпить эту бутылочку. Какой-то получается вкусный коктейль. Вот такая прелесть. Ну, как можно было пройти мимо? Ну, невозможно. А следующий гель, который меня не особо привлек по аромату. Такая красивая тоже упаковка. Такой черничный цвет. Это гель для душа, смородина и черника. Казалось бы, да? Интересное сочетание. Должно быть что-то вкусное. Но на самом деле аромат какой-то невзрачный. Абсолютно не нравится. Смородина не чувствую. Черника тоже. Ну, черника, как и голубика, они в принципе не имеют какого-то насыщенного аромата. Я даже не знаю, чем пахнет. Пахнет какой-то травой. Да. В общем, этот мне совершенно не понравился. Даже не хочется с ним идти в душ. Так себе отдушка. И последний, четвертый гель для душа. Такой вот красивый, арбузный. Этот гель с арбузом и дыней. Такая сочная упаковка. Прямо сразу такие яркие летние воспоминания в голове. Этот неплохой, но тоже какого-то вау и восторга у меня нет. В этом геле нет золотой середины. То есть тут как будто бы и не доложили дыни, и не доложили арбуза. Вот как будто бы чего-то не хватает. Но опять-таки какая-то получилась арбузная трава. Не то. Совсем не то, что хотелось бы. Ну, в общем, вот эти вот два геля очень крутые. Вот эти вот не очень. Вот этот вообще на последнем месте. В общем, я уже наболтала. Вот таким был мой заказ по декабрьскому каталогу Фаберлик. У меня, кстати, есть еще маленький заказик Фаберлик по второму каталогу. Но я, скорее всего, сниму отдельное видео и объединю с заказом Арифлейм. Потому что тоже есть у меня маленький заказ Арифлейм, который нужно вам показать. Поэтому обязательно не забывайте подписываться на мой канал. Также на мой канал на Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующие видео. Не забывайте также оставлять свои комментарии. Мне всегда будет интересно с вами поболтать и узнать ваше мнение на тот или иной продукт. Ну, а мы, как обычно, увидимся с вами в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.